В Усинске сегодня вручают гранты победителям 13-го конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукоил» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. В этом году на рассмотрение комиссии поступило рекордное количество заявок – 155. Победителями в итоге стали 56 проектов. В число лучших вошли представители Ненецкого округа – музей-заповедник «Пустозерск», Ненецкий аграрно-экономический техникум и некоммерческая организация «Фонд экоразвития НАУ». Сегодня ранним утром несколько наших земляков отправились в Усинск на торжественную церемонию награждения. Приятным поводом для поездки послужил конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукоил», который прошел в Республике Коми и нашем регионе. В тройку лучших вошел музей-заповедник «Пустозерск», который уже неоднократно становился победителем конкурса. Я являюсь руководителем проекта «Экологический десант. Большая пустозерская тропа». В рамках этого проекта мы хотим создать и обустроить экологическую тропу, то есть создать площадку для экологического просвещения населения Ненецкого округа. Но особенность нашей тропы в том, что к ее обустройству, к ее созданию мы хотим привлечь предоставившие поколения. Мы хотим привлечь школьников, которые будут волонтерами, которые будут вот этим вот самым экологическим десантом, которые будут и работать по обустройству, и они же будут и первыми, так скажем, посетителями этой экологической тропы. Данная экологическая тропа протяженностью 10 километров будет проходить через Малый Бор, Большое и Малое Грязное озеро, речку Гнилку. Конечной точкой путешествия станет древний город Пустозерск. На всей протяженности маршрута, благодаря грантовой поддержке, появятся информационные стенды, указатели и интерактивные объекты. Еще один окружной проект, который поддержала компания «Лукойл» – проект Ненецкого аграрно-экономического техникума «Театр начинается с вешалки». Более 20 лет студенческий театр «Улыбка» является визитной карточкой образовательного учреждения. Ваши спектакли пользуются популярностью. У вас всегда полный аншлаг, да? Да, аншлаг. И мы рады, что у нас именно таким вот образом, что у нас появились свои друзья, уже поклонники театрального искусства. И мы рады, что все с каждым годом у нас на каждом спектакле, на каждой премьере все больше и больше. Когда у нас идет постановка спектакля, то, конечно, мы испытываем огромное количество сложностей. Вплоть, да, значит, и не только костюмы, но, конечно же, это и свет, и звук, потому как зал у нас достаточно большой. И, конечно, у нас, получается, наши актеры берут своим голосом. Так как у нас нет, да, значит, вот ни микрофонов не используется. Ну и свет – это то, что у нас предусмотрено только просто в актовом зале. Совсем скоро театральная проблема решится. Почти 300 тысяч будут направлены на звуковую аппаратуру, микшеры, усилители мощности, радиомикрофоны, а также световую аппаратуру. Софиты, стробоскопы, лазеры, лампы, шары и полусферы. В общем, театр засияет по-новому. Ведь профессиональное оборудование позволит создать световую иллюминацию. А это значит, будущая постановка пройдет в новой особой атмосфере. А пока представители театра снова ждет выход на сцену, но уже в новом аплуа, как победители конкурса социальных проектов компании «Лукойл» в номинации «Духовность и культура». Торжественная церемония награждения состоится уже сегодня в рамках фестиваля «Многоцветий Севера» в городе Усинске. Любовь Примякова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...